Здравствуйте! Это Суть дела. Поскольку Иран погружается все глубже в экономический кризис, иранский истеблишмент пытается сдержать ситуацию. Он ищет внутренних врагов, чтобы обвинить их во всех бедах. Председатель Ассамблеи Экспертов и Совета Стражников Исламской Революции Ахмад Джанати призывает к скорейшим судебным разбирательствам и жестоким наказаниям для экономических преступников. Таким образом предлагается загрузить работы и созданные Айталой Хаминеи в специальные суды для борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями. Это признак серьезности кризиса и ожидания новых проблем после того, как в начале ноября будут введены полные санкции США. Поэтому иранские лидеры и официальные лица призывают к казни экономических преступников на основании распространения коррупции на земле. Вряд ли это поможет устранить глубинные причины коррупции и неэффективности нынешней иранской экономики. А вот бывший президент Ирана Махмуд Ахмади Нижад, помните такого, требует отставки нынешнего президента Хасана Раухани. Бывший президент представляет собой значительную избирательную группу Исламской Республики, которая требует радикальных решений для разрешения экономических и политических проблем страны. С момента ухода от власти в 2013 году Ахмади Нижад пытается снова заняться политикой для того, чтобы ответить на обвинения его критиков и противников, наиболее громкие из которых были согласованы с нынешней администрацией Раухани. После протестов в конце декабря и начале января Ахмади Нижад активизировал свои атаки на структуры государственной власти. Реакция властей на попытку Ахмади Нижада вернуться к власти состояла в использовании судебной системы для запугивания, чтобы заставить молчать сторонников бывшего президента. Некоторые из ближайших помощников бывшего президента уже томятся в тюрьме, либо осуждены, либо ждут суда. К ним относится бывший вице-президент Хамид Багаи, который был приговорен к 15 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. И еще один вице-президент Эсфендиар Рахим Машаи, который был арестован в конце марта. Бывший сотрудник разведки Рахим Машаи считается главным идеологом движения Ахмади Нижада. Но арест руководства – это только верхушка айсберга. С начала года десятки активистов и влиятельных сторонников Ахмади Нижада были либо арестованы, либо подвергнуты давлению со стороны сил безопасности и судебных органов. Цель этих репрессий состоит в том, чтобы помешать бывшего президенту укрепить свою политическую базу. Власть боится феномена Ахмади Нижада, поскольку он представляет собой четкую третью силу в иранской политике. Как опытный политик Ахмади Нижад тщательно выбрал время, когда Раухани находится в слабом положении из-за коллапса ядерной сделки США и ухудшения экономической ситуации. Правительство Раухани совершенно не связано с обычными людьми, о чем свидетельствует скандал вокруг их астрономических зарплат и широко распространенное кумовство. Ахмади Нижад вполне способен использовать недовольство, вызванное политикой Раухани, не в последнюю очередь из-за его непреклонного отношения к рабочему классу, который был наиболее сильно затронут неолиберальной экономической этикой нынешнего правительства. Более того, он имеет возможность обратиться и к определенным слоям среднего класса, уровень жизни которого быстро падает в разгар экономического кризиса. Раньше средний класс традиционно был против Ахмади Нижада, но разочарование в правлении Раухани может вызвать радикальный сдвиг в этих отношениях. Оппозиция Ахмади Нижада к нынешней администрации – это не столько реинкарнация, как описывают это некоторые аналитики, а фактически продолжение его популистского подхода к политике. Хотя большинство обозревателей и политических инсайдеров игнорируют его перспективы, тем не менее события и кризисы в ближайшие месяцы и годы могут вновь привести Ахмади Нижада в центр иранской политики. Иран – один из наших партнеров, и не только по сирийским делам. Исламская республика вместе с Турцией и нашей страной входит в антиамериканский блок, совершенно стихийно возникший в ответ на санкции США. Поэтому нам вовсе не безинтересно, как там складывается внутриполитическая обстановка. Это была Суть дела. Все будет хорошо, не сомневайтесь. Продолжение следует...